Всем привет! Вы на канале онлайн-школы Inglex. Друзья, в этом ролике я расскажу вам про три эффективные методики, которые помогут вам довольно быстро научиться понимать английский на слух. Ведь дело в том, что для многих из нас понимание беглой речи носителей — это очень сложная задача. Are you ready, guys? Let's start! Итак, давайте сперва пройдемся по основным причинам, трудностям, почему же мы не понимаем английский на слух. И потом я расскажу про методики, как заниматься, как работать с видео и аудио, чтобы вы поняли раз и навсегда, чтобы у вас больше не возникал вопрос, как же научиться понимать английский на слух. Поехали! Я выделил четыре основных причины. Первая — это лексика. Конечно, это очевидно. Если вы знаете много слов, вам проще понимать на слух. Ведь дело в том, что в повседневной речи мы используем примерно 3-4 тысячи слов. Ну, носители обычно столько используют. А если вы только начали учить английский, вы продвинулись, конечно. Делать успехи и, скажем, вы выучили 500 или 1000 слов. Конечно же, вам не хватает. Просто цифры, да? Они играют против нас. Что делать? Все просто. Учите лексику. Слова, фразы, выражения, сленг, всевозможные термины. В общем, все, что вы видите, на начальных этапах особенно актуально, все это пытайтесь запомнить. Учите все, что видите. Это самое важное. И, конечно же, помните, что незнакомые слова – это нормально. Даже в родном языке порой мы встречаем какие-то термины научные или молодежный сленг. В общем, то, чего мы не знали и, может быть, даже не узнаем – это нормально. То есть, если вы встречаете примерно 10-15% незнакомых слов в аудио, видео, неважно где, это, в принципе, нормально. И что нужно делать? Научиться догадываться. Включать языковую догадку, немножко фантазию, считывать мимику человека, его жесты, интонацию. Это все помогает понять собеседника. Но если вы просто смотрите видео или слушаете аудио, всегда можно перемотать или найти текст и выучить эти незнакомые слова. В общем, учить их можно больше лексики. Это очень важно, потому что лексика – это, по сути, база языка. Без грамматики, в принципе, можно прожить хоть как-то, а вот, не зная слова, вы ни говорить не сможете, ни понимать. В общем, друзья, учите лексику. Это очень важно, чтобы понимать английский на слух. Для начинающих особо актуально. Вторая причина – это произношение. Да, казалось бы, какая связь. Я произношу, может быть, не очень красиво, не очень правильно слова, но это не мешает пониманию на слух. В чем логика? Ведь дело в том, что если мы неправильно произносим слова, мы их не узнаем в речи. Мы ожидаем услышать одно, к чему мы привыкли, к неправильному произношению. И поэтому правильные варианты проходят мимо нас. Давайте покажу на примере. Допустим, вы выучили слово three, это цифра три, да, три, как free. Вы не умеете произносить межзубный th, заменили на th и радуетесь. Ну, free – это нормально, это три. Нет, друзья, это не так. И смотрите, что может получиться. Вот вы слушаете какое-то аудио или смотрите видео, и там такое предложение. He has three cars. То есть у него три машины. He has three cars. Но вы же знаете, что три – это free. И ожидаете услышать слово free. А там сказали, he has three cars. Что такое three? Вы это слово не помните или даже не знаете. Вот оно, да? Потенциальная проблема. Вы не узнали слово, вы не поняли смысл, вы начинаете думать, что это такое. Спикер говорит дальше, и вы просто упустили смысл message. Или другой случай, например, есть же варианты английского языка. Британский, американский, канадский, новозеландский. И есть, конечно же, разница в произношении. Вот, допустим, слово расписание график. Британцы скажут schedule, а американцы schedule. Слышите? Совершенно разное. Schedule и schedule. И, казалось бы, это разные слова или одно и то же. Поэтому, друзья, очень важно осваивать правильное произношение. Пытайтесь копировать речи на сети или языка. Повторяйте за ними, имитируйте интонацию, акцент. Это очень здорово помогает. Таким образом, вы привыкаете к различному звучанию английского языка. Он же очень разный. Надо привыкать. И вам будет проще не только самому говорить правильно и красиво, но и понимать на слух. В общем, друзья, слушайте различные варианты английского. Это поможет прокачать аудирование. Английский разный, но это неизбежно. К этому нужно привыкать. Просто примите как данное и тренируйтесь. Это поможет. Двигаемся дальше. Третья причина, почему мы не понимаем на слух английскую речь, это, конечно же, грамматика. Да, ведь дело в том, что, освоив базу в основную грамматику, в принципе, уже довольно неплохо мы можем понять, что говорят носители, потому что, в принципе, эти все структуры повторяются. Но порой нейтивы, то есть носители английского языка, используют некоторые странные грамматические такие конструкции или меняют пару слов в предложение, какие-то фразы устойчивые, которые невозможно перевести и понять, не зная, что за грамматика стоит за этим явлением. Именно поэтому грамматику стоит учить. Конечно же, знание лексики и произношение правильного важнее для понимания на слух. Но все-таки грамматика порой тоже мешает нам понять какую-то суть. Мы не улавливаем просто главную мысль, которую хотел передать спикер. Поэтому, ребята, учите грамматику, отрабатывайте. Это тоже помогает. И четвертая причина, почему мы не понимаем на слух английскую речь, это опыт. Я часто сравниваю изучение английского языка и владение английским языком с летными часами у летчиков. Ведь дело в том, что чем больше летчик практикуется, летает, тем лучше он понимает, как работает самолет, как это все функционирует, как ориентируется в пространстве, как действует в сложных ситуациях, так и в английском языке. Чем больше вы учитесь слова, грамматику, тренируете произношение, смотрите видео, аудио, тем больше вы соприкасаетесь с языком, вы получаете больше опыта, вы начинаете догадываться, что там за конструкция по грамматике, как она вообще работает, что за фраза эта прозвучала, как сокращаются те или иные устойчивые выражения. В общем, вы просто накапливаете опыт, и вам проще, легче разговаривать и понимать английский язык. Это очень важно. Опыт — это наше все. Чем больше вы учитесь, занимаетесь, тем лучше у вас получается. Поэтому, что касается понимания на слух английской речи, как можно больше слушаете. Но недостаточно просто слушать. Включили запись — и все? Нет, всяк это не работает. Нужно заниматься по методике, чтобы был прогресс. Конечно, без методик прогресс тоже есть, но он крайне медленный. Вам этого будет недостаточно. Надо заниматься правильно. Сейчас расскажу, как именно. Ребята, и пока мы не перешли к самим методам, расскажу про один нюанс. Если его не знать и не учитывать в занятиях, то можно потратить многие месяцы, если даже не годы, впустую. Я говорю про правильный выбор материала, потому что это, по сути, 90% успеха. Если вы занимаетесь по неподходящему материалу, ничего не получится. И многие даже бросают английский язык, потому что это сильная демотивация. Многие берутся за слишком сложные вещи, которые пока не по плечу. Это нужно учитывать. Друзья, если вы устали учить английский без результатов, то у нас есть решение. Новый курс от методистов Inglex, английский 360. Изучайте английский на 360 по четкой стратегии и с гарантией результата. На курсе вы комплексно развиваете навык speaking, не механически изобрите диалоги из разговорника, а изучаете язык как систему со своими закономерностями. Занимаетесь один на один с преподавателем по структурированному плану. Этот курс для вас, если вы хотите уверенно говорить на английском в любой, даже самой стрессовой ситуации. Если вам надоело тратить время и деньги на неэффективные методики и подходы. Если вы больше не готовы годами сидеть на одном уровне. Курс подходит для всех уровней владения английским языком. Запишитесь на первый бесплатный урок с преподавателем, чтобы пройти комплексное тестирование. Таким образом вы узнаете свой уровень и познакомитесь с нашим подходом к обучению. А по промокоду ALEKS20 вы получите скидку 20% при первой оплате. Ссылка в описании к этому ролику. Переходите и занимайтесь. Итак, как отбирать материал? Смотрите, самое важное. Вы должны понимать примерно 70 или 80% аудио или видео. Если вы понимаете больше, то есть 90 или 100%, материал слишком простой. Вы ничего не освоите. Это скорее для поддержания текущего уровня. А если же вы выбираете материал слишком сложный, где вы понимаете только половину, то будет слишком трудно заниматься. Такое занятие превратится не в тренировку понимания на слух английской речи, а в перевод. Вы будете то и дело лезть в словарь, пытаться перевести новые слова, фразы, выражения. В общем, это слишком медленно и сложно, неэффективно. Оптимально это 70-80% вы должны понимать. Плюс помните, что все зависит от вашего уровня, где вы находитесь. На начальном этапе, конечно же, подойдут всевозможные диалоги из учебников, обучающие видео, где речь медленная, членораздельная, использованы очень простые слова. То есть вы просто привыкаете к звучанию английского языка. Если вы приближаетесь к среднему уровню, конечно, уже можно брать возможные подкасты, аудиокниги, работать с фильмами и сериалами, да, тоже уже можно начинать. И речь уже, конечно же, более быстрая, нечленораздельная, там присутствуют сокращения, всевозможный сленг. Понимаете, да? В зависимости от вашего уровня все усложняется. Начиная от лексики, заканчивая скоростью речи и качеством произношения, так скажем, да, качеством аудио. Не спешите, не бегите вперед паровоза. Если вы только начали свой путь в изучении английского языка, сериалы пока вам брать рано. Попозже. Начинайте с простого, понятного материала. И постепенно, постепенно придете туда, куда вы хотите. Кстати, на нашем канале каждую неделю Костя выпускает видео с разбором фрагментов из фильмов и сериалов. Это очень классный материал для тренировки и понимания на слух английской речи. И не только, потому что Костя отлично объясняет всевозможные фразы, выражения, грамматику. Это поможет вам глубже понимать, как работает английский язык, плюс потренировать все вместе целиком, да, как бы и лексику, и грамматику, и аудирование. Это очень продуманный такой материал, качественный, и я уверен, что вы получите много удовольствия и пользы от просмотра этих видеороликов. Поэтому не пропускайте. Разборы Костя — это то, что нужно для того, чтобы потренировать понимание на слух английской речи и не только. Так, ребята, ну и наконец-то рассказываю про три методики, которые помогут вам сделать такой рывок прям сильный, мощный в listening, да, в понимании на слух английского языка. Методики различаются по эффективности. Начинаем от самой неэффективной, условно говоря, и заканчиваем самой-самой эффективной. Первая методика, я назвал ее «Методика для ленивых». Да, такое забавное название. Наименее эффективная, сейчас поймете почему. Значит, смотрите, что мы делаем. Вы находите материал по уровню, как это делать, вы уже понимаете. Почти все должно быть понятно, 80%. И вы просто включаете аудио или видео фоном, то есть в фоновом режиме. Вы занимаетесь своими делами, там, может быть, по дому что-то делаете, или куда-то едете, там, за рулем или в автобусе, или спортом занимаетесь. И вот на заднем фоне постоянно звучит английский язык. Даже понимать особо ничего не нужно. Ну, желательно хотя бы треть улавливать осознанно, да, но если вы отвлекаетесь, ничего страшного. Значит, в чем суть этого метода? Мы просто, по сути, привыкаем к мелодике английского языка, к его звучанию, к произношению, к разным акцентам. Мы просто, по сути, готовим себя к следующему этапу, когда вы будете уже вдумчиво вслушиваться во всякие аудиоматериалы. То есть мы просто привыкаем. Понимать все не нужно, отвлеклись, ничего страшного, потом еще раз фокусируйтесь на аудио, просто потихонечку-потихонечку слушайте. Это очень классно. Для начала это очень здорово. Или, скажем, вы устали на работе, ничего не хочется, просто включите, пусть там какой-то сериал играет, или песни, или подкаст, неважно, все подходит. В общем, методика для ленивых, делать особо ничего не нужно, просто в фоновом режиме вы слушаете английский язык. Если вы думаете, что восприятие английского на слух не тренируется, вы ошибаетесь, потихонечку тренируется. Не очень быстро, но потихонечку все равно прогресс идет. Вторая методика. Я ее назвал приятная с полезным, потому что мы занимаемся как будто бы по первой, но более вдумчиво, более осознанно. Значит, смотрите. Опять же, вы находите материал по уровню, и не только аудио-видео, а еще и текст. Допустим, песня со словами, или подкаст с текстом, или фильм с субтитрами, или сериал, неважно что. И вы одновременно включаете видео или аудио, и смотрите в текст. Плюс этого метода заключается в том, что вы сразу же понимаете, скажем, правильное произношение, да, вы видите текст и слушаете аудио, вы понимаете, как звучит слово, плюс улавливаете всевозможные фразы, выражения, знаете, что там за смысл, потому что порой на слух вы не уловили, а вот если вы читаете, конечно же, вы все понимаете. То есть это более такой вдумчивый и более классический, что ли, метод для изучения английского, потому что есть и текст, и аудио, вы прям занимаетесь. И, конечно же, вы сразу можете разбирать, переводить слова, грамматику, то есть это полноценное занятие. И еще одно преимущество, вы занимаетесь по материалу, который вам нравится. Это может быть ваш любимый сериал, или песню вы ее разбираете, да, слушаете одновременно с текстом, смотрите в тексте, слушаете, или подкаст, или аудиокнига. То есть это как раз приятное с полезным. Получаете положительные эмоции от занятий, плюс это еще и полезно для вашего аудирования, вообще английского в целом. Так, ребята, и последняя, третья методика, самая эффективная для тех, кто хочет самых быстрых результатов. Ну и, конечно, заниматься нужно тоже более серьезно, более вдумчиво и тратить много усилий. Рассказываю. Значит, находите материал по уровню, выбираете фрагмент, скажем, видео или аудио, буквально на 30 секунд или на минуту. Работаем с фрагментом. Без субтитров, без текста. Слушайте фрагмент несколько раз, два-три раза. Пытайтесь понять общий смысл. Незнакомые слова игнорируете. Понимаете, да? Посмотрели фрагмент небольшой, два-три раза, без субтитров. Потом берете текст, субтитры, работаете с ними. Переводите, учите слова и так далее. И третий шаг. Еще раз смотрим фрагмент, тот же самый, без субтитров. На самом деле не раз, а два, три, четыре, пять, чтобы закрепить пройденный материал. То есть вы должны так проработать фрагмент, что уже нет никаких вопросов, все ясно и понятно. Конечно, может быть там фраза или какое-то выражение проскакивает, вы не понимаете его, это нормально. Но большую часть, 99%, нужно понимать. Все ловили, поняли? Три шага. Слушаем без субтитров несколько раз, потом работаем с субтитрами, с текстом, и потом опять без субтитров мы это все закрепляем. Ребята, смотрите, такая еще подсказка, если вам тяжело на третьем шаге без текста, без опоры воспринимать на слух, даже после разбора текста, смотрите в него. Да, вы можете некоторое время слушать и смотреть одновременно. Это допустимо. Потом, когда вам стало проще, вы стали более уверены в своих знаниях, вы можете эту опору убрать, текст убираем, и продолжаем просто слушать на слух. Это нормально. Получается, что эта тренировка английского на слух самая энергозатратная, ну и самая эффективная, потому что круче, мощнее, пока ничего не придумывали. Попробуйте, пишите в комментариях, я думаю, вам понравится. И вообще, пишите в комментариях, как вы тренируете английский на слух, какие у вас результаты, какие успехи, и какая методика вам больше всего понравилась, как вы занимаетесь. Напишите в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!